Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Любимые актеры, незабываемые встречи и интересные киновоказы. На церемонии открытия киношока организаторы презентовали новую концепцию фестиваля. «Чистые Анапа» – дело общее. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» объединил предприятия, организации и учебное заведение курорта. Нельзя забыть, в день солидарности в борьбе с терроризмом в сквере боевой славы почтили память жертв бесланской трагедии. Проект благоустройства, прилегающий к железнодорожному вокзалу территории, должен быть разработан до 1 октября. Такую задачу управлению архитектурой и градостроительства поставил исполняющий обязанности главы «Анапы». Юрий Поляков провел совещание, на котором утвердил первоочередные меры по регулированию сложной транспортной ситуации. Ежегодно миллионный поток отдыхающих, прибывающих в «Анапу» на железнодорожном транспорте и каждый высокий сезон поток жалоб. На отсутствие парковки, автомобильные пробки и высокие цены на такси. Побывав на месте, исполняющий обязанности главы курорта Юрий Поляков принял решение – схема движения и сама территория вокруг вокзала должны измениться. И дал всем службам 10 дней на подготовку предложений. В кабинете исполняющего обязанности главы «Анапы» – рабочая группа. Зампредседатель Совета депутатов Александр Смирнов озвучил предварительную схему нового автобусного маршрута. Хорошее предложение, что мы рассматриваем не кольцевой заос на вокзал, а допустим он идет с города, с «Анапы» заходит на вокзал, движется на Витязево. Это неправильное решение. Конкретно должно быть отработано два маршрута. Маршрут – город – вокзал, вокзал – город. Витязево – вокзал, вокзал – Витязево. Отделу по транспорту и связям предстоит детально разобрать оба маршрута. График, схему, интервал движения автобусов, а также назвать дату, с которой начнутся перевозки по новым правилам. Информационное и электронное табло для стоимости проезда на такси и в общественном транспорте – еще одно обязательное нововведение. Но прежде нужно по-новому обустроить прилегающую к железнодорожному вокзалу территорию, а для этого разработать проектно-сметную документацию, на основании которой предусмотреть бюджетное финансирование. Присутствующий на встрече арендатор земли пытается не остаться в стороне, но позиция у него шаткая. Вот сейчас в аренде у вас маленький кусочек земли, да? Да, был вставлен. А задействовано два шлагбауна в пять раз больше территории, муниципальной, да? У любого нормального человека возникает вопрос, а кто платить будет за вот это все? Отныне муниципалитет сам предложит правила работы для частников, а не наоборот. Марина, вам задача. Нужно срочно адресовать схему, нам нужно ее показать на основании тех документов, у них же есть, наверное, заверенные какие-то документы, да? Показать. Мы ее посмотрим, схему внесем, какие-то, может, изменения, и уже выполним ее в чистовом виде. Потом мы возвращаемся к разговору, кто там работал, что он там делал, хочет он там дальше работать. С профессиональной точки зрения ситуацию оценили сотрудники ГИБДД и транспортной полиции. Прозвучал ряд конкретных предложений по строительству дополнительных специализированных полос движения, автобусных павильонов и, главное, созданию автоматического паркинга. Человеческий фактор должен быть исключен. Программа документального кино и акцент на новое региональное кино. Это новая концепция фестиваля «Киношок». Церемония открытия Анапского кинофорума прошла накануне. Неизменным остается одно. На красной дорожке любимые всеми актеры, которые всю неделю будут представлять свои работы и встречаться со зрителями. Во вторую четверть века «Киношок» вступает с новой концепцией. Теперь это российский открытый фестиваль. Своеобразная смена масштаба. До этого организаторы использовали формулу «Россия плюс ближнее зарубежье». От нее не отказываются полностью. Однако спустя 25 лет монополию центральных киностудий начали всерьез оспаривать региональные компании, иногда небольшие. И очень рады, что нам в этом году как никогда, как нам кажется, удалось собрать очень интересную и разнообразную программу. На первом фестивале нового формата представят 9 полнометражных работ. «Спектр», начиная от лирики, заканчивая фильмом ужасов. Жюри «Полного метра» возглавляет режиссер Александр Прошкин. Среди его работ фильмы «Холодное лето 53-го» и «Русский бунт» по повести Пушкина «Капитанская дочка». Мне кажется, что программа вот этого фестиваля – это некая новая попытка создать вот это новое русское кино, которое плещет совершенно разными национальными играми. Советский кинематограф, который во всем мире назывался «русским», на самом деле был интернациональным. В каждой республике было как минимум по одной киностудии. А в начале 90-х киношок стал продуктом своего времени. Заслуга киношока заключается в том, что ему удалось пройти все ухабы, которые были на его пути. И это заслуга как раз вот тех людей, которые сегодня возглавляют этот кинофестиваль по-прежнему. Я думаю, что они, по-моему, это было в 92-м году, они совершенно случайно избрали. Но этот случай оказался счастливым. Избрали «Анапу», избрали «Кубань», потому что именно здесь они начали ту поддержку, которая позволила им вообще вырасти вот в этот бренд «Анапы». Журналист Владимир Рунов – ровесник Краснодарского края и один из основателей фестиваля. В этом году кинофорум посвятили 80-летию со дня образования региона. Обновленный киношок поддержали в Министерстве культуры России и лично губернатор Вениамин Кондратьев. Этот фестиваль – это тоже наша традиция. Я не боюсь уже об этом говорить. Кубань очень любит и ценит свои традиции. Я уверена, что через много лет на этой площадке обязательно будет проходить его столетие. Я хочу сказать вам огромное спасибо, Ирина Федоровича, всей вашей команде, потому что, конечно, муниципальная служба и муниципальное управление вкладывает также большой вклад в проведение этого фестиваля. По словам исполняющего обязанности главы города-курорта Юрия Полякова, киношок и Анапа в буквальном смысле сроднились. Я надеюсь, правильное решение принято в том, что именно российские фильмы, которые снимаются у нас в разных уголках в нашей стране, страны здесь будут задействованы, в том числе и фильмы, которые снимаются в Краснодарском крае. Мы будем продолжать эти традиции. Что хочу добавить и пожелать всем гостям, которые находятся, это тёплого солнца, тёплого моря, хорошего отдыха и впечатлений. Они нам очень нужны. Голосная торговля – это дело общественное. Дело, как бы сказать, серьезное. Но не дешевле мы с вами торгуем на ярмарке. Пока шла церемония открытия, на Театральной площади открыли традиционные показы фильмам «Кубанские казаки». Помимо этого, 18 работ представят в номинации «Короткометражное кино». Состоится «Киномалышок. Фестиваль в фестивале». Также пройдут творческие вечера и гостогаевские встречи. Открытый фестиваль российского кино. Открытый! Первый, даже символический шаг на новом пути всегда дается непросто. Однако у фестиваля остается неизменная точка опоры. Краснодарский край в целом и Анапа в частности. Регион любим кинематографистами за мягкий климат и разнообразие ландшафтов. В данный момент в Анапе работает одна из съемочных команд. «Киномалышок. Фестиваль в фестивале». Трудности перевода Пушкина и путешествия во времени. Сегодня стартовал «Киномалышок. Фестиваль в фестивале». Оценивать работу предстоит юным анапчанам. Фильмы можно в буквальном смысле перечесть по пальцам. Однако каждый из них сегодня на вес золота. Так говорят организаторы. Иван Золотухин в буквальном смысле сын своего отца, Валерия Золотухина. Продолжает династию. На фестивале представляет фильм, где сыграл главную роль. Его герой категорически отказывается учить немецкий язык, будучи немцем. Считает, что в России это лишнее и заявляет, что хочет учить японский. Все меняется после того, как он едет в Германию и там встречает девочку, которая говорит только на немецком. Язык Иван начал учить только после фильма, поэтому для роли фразу зубрил на слух, не понимая смысла. Секреты профессии ему передала мама. А чтобы стараться, есть самый серьезный стимул. Если твой папа такой великий человек и такой талант, то если ты опозоришься, то можно подумать, что опозоришься своего отца. Поэтому я не хочу позорить своего отца и стараюсь на максималку все делать. Здесь же в зале жюри кинофестиваля. Юным анапчанам от 12 до 16 лет. Для семиклассника Олега работа в жюри с одной стороны ответственность, с другой стороны возможность бесплатно посмотреть фильмы. Я обращаю внимание на сюжет фильмов, потом как работают актеры и именно какой фильм. То есть я люблю ужасы, фантастика, комедию. Руководит процессом актриса Марина Яковлева. По ее словам, быть модератором в детском жюри не просто, но интересно. Всем вместе им предстоит отсмотреть пять картин. Пять картин, это конечно, это по сегодняшним временам это много. Потому что детского кино практически нет. И это такие золотые крупицы, которые я просто счастлива, потому что я думала, что все, погибло кино. Нет, но оно есть. Пять картин, это все-таки что-то. Это не одна, не две. Также в программе детского фестиваля фильм о мальчике, который мечтает стать летчиком. Про школьников, оказавшихся в гости событий Великой Отечественной войны. А также фильм «Байкальские каникулы. Часть вторая» про приключения в детском лагере. Все фильмы также покажут в Крымске и Темрюке. В минувшие выходные на территории города-курорта прошли масштабные работы в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Он объединил предприятия, организации, школы и вузы. Всех, кто хочет видеть Анапу чистой и привлекательной. Трудовой десант администрации города высадился субботним утром на Витязевскую косу. Сотрудники управления решили поддержать экологический субботник. Золотые пески освобождены от мусора, оставленного людьми, не умеющими ценить уникальное природное достояние. В дюнах очень грязно. Люди, которые здесь отдыхают, они просто за собой не убирают. Бутылки, салфетки – это просто грязь, которую каждый может за собой убрать, но не убирает. Волонтеры разбились на две группы. Получают перчатки и пакеты. Территория, которую необходимо убрать, почти 2000 квадратных метров. Мусор в основном бытовой. Въезд на Витязевскую косу открыт постоянно, поэтому любители пикников на автомобилях приезжают сюда круглосуточно. Причем, как показывает статистика, в основном это гости курорта. Многие говорят, особенно сейчас очень стало модно в интернете писать, вот у вас там грязные пляжи, у вас там грязное море. Ну, сами можете обратить внимание, что это пляжи и море грязное сделали не мы, не жители Анапы, а сделали наши гости. 90% людей нормально к нам приезжает, а 10% все-таки еще надо повоспитывать. Вдоль дорог на подъезду к морю полностью засыпано все было мусором, поэтому было принято решение о проведении субботника «Зеленая Россия». Основные работы в рамках субботника также прошли на пляжах от Малого Утреша, Суко и до Высокого берега. Мусор собрали в мешки и вывезли с пляжей. В администрации города намерены такие акции сделать регулярными. Активно участвовали в субботнике и сельские округа. Так, в Приморском округе была выкашена трава на площади свыше 15 тысяч квадратных метров. Ликвидированы три стихийные свалки. Очищены от мусора свыше 300 квадратных метров общественных территорий. Экологический субботник стал еще одним поводом задуматься о том, что окружающий нас мир нуждается в нашей постоянной заботе и бережном отношении. На финишную прямую выходит подготовка к предстоящему единому дню голосования. 10 сентября каждый, кому не безразлично, будущий Анапа и все Кубани отправятся на свой избирательный участок и сделают выбор. Вместе мы сформируем новый состав законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Будущие возможные парламентарии, а пока кандидаты продолжают встречаться с населением и рассказывать о своем видении будущей законодательной работы. Встречи с избирателями, общение с людьми, интересы которых и предстоит защищать любому избранному депутату. Живое общение, за которым всегда обсуждение волнующих людей вопросов. Для сельских жителей это прежде всего дороги, работы и организация досуга для детей и молодежи. Кандидат от партии Роста Юлия Пархоменко знакомится с анапчанами, рассказывает о себе и своей работе в роли общественника и руководителя. За государственно-частным партнерством будущее, считает Пархоменко. Я считаю, что все крупные предприятия, которые есть на территориях, они должны помогать муниципалитету, и тогда будет сделано гораздо больше и гораздо лучше по количеству дел. С живым интересом проходят встречи избирателей и кандидата. Из зала всегда звучат обращения. Главное, как законодатель может помочь в решении простого бытового вопроса. Очень просто. Главная задача – продвигать социальные проекты и выбивать для них финансирование из вышестоящих бюджетов. Другие кандидаты в депутаты законодательного собрания Краснодарского края сведения о проведении ими встреч с избирателями не предоставили. В день солидарности в борьбе с терроризмом в сквере боевой славы почтили память жертв Бесланской трагедии. 1 сентября 2004 года сотни детей и взрослых оказались заложниками террористов. Трое суток они были заблокированы в стенах школы. Акцию память организовали Управление по делам молодежи совместно с правоохранительными органами города-курорта. Объект для теракта тщательно выбирали. Первая школа в Беслане была одной из крупнейших. Захват произошел прямо во время праздника Дня Знаний. В той трагедии по разным подсчетам погибло более 350 человек. Мы знаем, что сотни погибло людей в Бесланской трагедии. И помнить мы об этом должны хотя бы потому, что только наше неравнодушное отношение к таким событиям может предотвратить их. И главное, я считаю, что одним из самых действенных методов борьбы с терроризмом это наша бдительность. Бдительность не только сотрудников правоохранительных органов, но и всего населения. В том числе и населения города-курорта Анапы. Для городского управления по делам молодежи это мероприятие стоит в особом ряду. Помимо митингов и акций, на базе молодежных клубов организовали тематические часы, а все храмы города-курорта проводят литургии. В митинге приняла активное участие молодая гвардия «Единой России». Традиционно в это сообщество входит наиболее активная часть молодого поколения, проживающего на территории города-курорта Анапы. И в этот день они как никогда активны. Потому что мало того, что они присоединились к нашей акции, которая происходила в этом сквере, активно приняли участие в наших мероприятиях тематических. На протяжении всего этого периода, начиная вот уже с учебного года и в летний период, они говорили о том, как важно быть бдительными, как важно сохранить то хрупкое равновесие, которое называется мир. В акции приняли участие молодежные и общественные организации, представители территориального общественного самоуправления и правоохранительных органов. По традиции участники митинга возложили у памятника цветы и белых журавликов. Они символизируют чистоту и надежду, ведь более половины жертв трагедии – дети. В завершении память погибших от рук террористов по 4 минуты молчания. Президентские состязания стартуют сегодня в Анапе. Турнир, уже ставший традиционным, в этом году включает спортивное многоборье, эстафетный бег, творческие и теоретические конкурсы. В дополнительную программу попали плавание, бадминтон, баскетбол и даже шахматы. Ожидается, что на заключительный этап состязания приедут 2000 школьников из 83 регионов страны. А далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 5 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Ночью прохладнее – 19 выше нуля. Ветер переменной от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. КОНЕЦ. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин